хей окей своими шинки и сегодня мы поиграем в игру под названием элис маэре познать и здесь музончик прикольный на звуковая тема у нас игру ли у нас в рамочке поэтому как-то так но лично у меня в рамочке у вас на полный экран как знаете кажется что это игру ля для сразу с разрешением 480 ну а не суть погнали новая игра муравей сказал мне что лягушка плохая лягушка сказал мне что кошка плохая кошка сказала мне нет кролик хуже их всех так что я темный экран вот примерно такой будет твоя жизнь здесь если ты чего-то не поняли не поняла в твоей комнате есть заметка которая все снова объяснит так никто здесь не будет вы спрашивать что-либо о тебе есть несколько вещей которые нужно соблюдать поэтому у тебя должно быть мирная жизнь кроме того вот получим блокнот твой собственный персональный блокнот используя его как хочешь для грустных или для счастливых моментов просто напиши о любых из твоих чувств и отдай мне хорошо а некоторые мне тем нравится просто рисовать в нем каракули для меня и это хорошо сейчас есть еще время до ужина это лошадь ты должен провели так поприветствовать других детей так в агенте и здесь круга налево и ты найдешь ваши комнаты они все хорошие ребята может это не произойдет моментально само собой но вы и поладите я уверен а и я сам просто зови меня учитель я с нетерпением жду тебя здесь мало у нас конечно перемещение такой знаете немного плавная а ну-ка f8 немного по плавине да или нет так вещи блокнот маленький блокнот для личного использования различные книги различные книги различные книги основное управление движение выбор клавиши стрелки как подтвердить и поговорить и энтер спейс отмена меню и сброс вернуться главное менюха f12 пусть осторожны для сброса и не спрашивается подтверждение рассказывая мне всех своих проблемах я сделаю все что смогу я рад что ты здесь конечно да именно ходьба здесь глаза дают учитель головы закрыта хорошо нам нужно сюда телефон телефон но нам нужно влево там закрыто не попасть библиотека коробки мишанина всех видов книг образец бабочки это у нас библиотека множество сборников сказок газета количество жертв драма кошмара раной болезни которая производит к тому что человек не в состоянии проснуться продолжает расти болезнь в основном поражает детей она получает свое на знать так название из-за того что кажется что пациенты страдает от кошмаров многие исследователи предложили свои объяснение еще никто не конкретной информации или лечения а нет конкретной информации и лечения тем временем родные больных продолжает горько плакать множество сложных книг книги о болезни так множество иллюстрированных энциклопедней мишанина всех книг хорошо это на что за комната комната сто один закрыта а она погнали вниз и строго в левую сторону элла так давайте начнем это моя да алла это наша с вами комната сюда я могу попасть на самом деле тебе не нужно идти туда а я сюда это ванная комната девочек аллен лети и рик он никогда не видела тебя раньше о это значит типа вытекал лоли ох ты тот кого упоминал учитель зови меня лети есть также рик но сейчас не здесь он очень хороший мальчик а ты аллен я правда была бы счастлива если бы мы с тобой вы смогли поиграть при этом познакомиться ки скажи привет реку куда он будет здесь ки давай поговорим снова позже хорошо я рада встретиться с тобой да да и открывается различные книги челси мишна девчонка любящая походу мишек эм я челси приятно познакомиться она с ними эм эм ничего она очень стеснительно различные книги мишки-мишки-медведи Джошуя Джошуа ай меня зовут браун или подожди это был Маркус или может быть Никол Аллен а или это был Хэллен ох ладно будем знакомы мое имя Джон мое имя Джон здесь в саду куча рягушек а также пауков и слезняков много всяких тварей учитель не очень внимательный так что мне нравится при при спокойной власть их ему на плечо и прочее про я умираю с голоду кажется учитель говорил всю еду здесь а готовит всю еду здесь она чертовски вкусная не это не может быть правдой джон да хорошо джон так стелла точно джон джошуа еще о еще одно более крутика ох это странно то что ты можешь говорить возможно потому что ты на самом деле не чувствуешь себя живым Алла не так ли где стелла удивляйся да я ненавижу живых людей то есть здешние люди действительно но не чувствуют себя такими и среди них всех ты чувствуешь себя наимне наименее живым может быть нас не совсем так тебе есть что-то другое эй это комплимент понятно да ты знаешь здешние люди есть неприятно он играет музыку но очень слабо слышно но я вам скажу вкратце что это за музыка это похоронный марш так ну в принципе мы все со всеми познакомились, теперь мы можем идти в столовку, так? Айс. Подожди, я ходил в столовку? Какая-то столовка. Камин. Тепло. Закрыто. Мы не ходили еще в нашу комнату, поэтому побежали. Ну, надеюсь, авторских прав за музыки не будет, потому что музыку вырубить никак нельзя. Да только здесь загрузить, новая игра и... Бегить бай-бай. Так, ну это наша комната, поэтому различные книги... Заполнили большим количеством твоей одежды. Тепло. Множество можно и нельзя. Избегайте выходов из своих комнат, за исключение свободного времени. Настолько, насколько это возможно. Незначительные отлуки разрешены. Не берегите вещи из других комнат. А не берите. Не ломайте ничего. Если вы это сделали, скажите учителю. Не ломите в запертой комнате. Не обижайте других людей. Рассказывайте учителю обо всем, что беспокоит вас или о том, чего вы хотите. В самом низу есть рисунок какого-то кролика. Что так? Тепло. Пока что мне делать. Допустим, сохранимся. Ищем блокнот. Ну, а теперь махуйся к учителю. Блин, появится сейчас просто играть две музыки. Может, у меня просто кажется. Ты поздоровался? Как все прошло? Ясно. Я рад, что ты смог поддержать с ними беседу. Так как раз... Ты как раз к ужину. Дай-ка пойдем в столовую. Давай-ка. Пока попиводички. Ну, что скажете? Спасибо за угощение, учитель. Хорошо, возвращайтесь в свои комнаты и готовьтесь ложиться спать. Вы можете пойти поговорить друг с другом в комнатах, но не ходить на второй этаж. Разлетись. Ты здесь совсем недолго, но, похоже, уже освоился. Как твои воспоминания? Ясно. Ну, нет. Не заставляй себя вспоминать. Просто дай... Дай идти всему своим чередом. Я уверен, ты все вспомнишь. Скажи, ты чего-нибудь хочешь? Я куплю тебе все, что смогу. И позволить. Ах, ну... Это я не могу дать тебе. Это не то, что можно купить. Мне жаль. Я буду иметь в виду. Ну, я куплю тебе несколько новых книг. Ты любишь читать, не так ли, Аллен? Ты впечатлен тем, как много слов ты уже можешь понять. Учитель. Не такой умный. У меня не получаются действительно сложные вещи. Ох, ничего. Аллен, если бы я сказал тебе, что есть мир, не похожий на наш мир, ты бы поверил мне? Нет, это просто сказки. Это просто сказка. Но, если тебя пригласят в такой мир, я бы не советовал открывать ту дверь. Хорошо, возвращайся в свою комнату. Мне здесь тоже нужно... Мне здесь тоже нужно запереть. Ложись, скорее всего, в кровать. Хорошо. Мы погнали в кровать. Не будем задерживаться. И побежали. Тепло. Так. Охранить, сохранить. Так, а что от меня хотят? Так, очень приятно. Нет, это в первый раз. Мы выглядим довольно похоже, но я не Летти. Меня зовут Рик. А ты Аллен, верно? Она рассказала мне о тебе. Когда Летти идет спать, я присматриваю за комнатой для нее. Ну, может быть, это и не совсем так. Ох, ладно. Приятно познакомиться. Но он высший. Уже сделал свою домашнюю работу? Понятно. Лучше сделать ее пораньше. Джошуа говорил о голосах, раздающихся со второго этажа. Но он... Но он всегда врет. Лучше не верить ни единому слову, что он говорит. В любом случае, скорее ложись спать. Не глупи, учертилист. В страшном книге. Допустим, пойдем потом к Джошуа. Я слышал странные голоса. Сказал Джошуа. Это пугает. Интересно, я смогу уснуть сама? Можешь пойти ко мне. Так, Джошу. Так, кто это? Стелла. Давайте со Стеллой поговорим. Довольно давно я сказала, что ты чувствуешь себя наименее живым. Свой из всех. Но на самом деле, учитель кажется примерно таким же, лишенный жизни. Возможно, это из-за его неприятности. Его волосы такие спутанные. Даже больше, чем у меня. Я сказал ему однажды, и он сделал такое лицо. Будто бы съел лимон. Странные голоса. Интересно. Какие голоса? Так, это было. Давай. Эй, ты знал? Ночью со второго этажа раздаются странные голоса. Что-то вроде «Помогите». А-а-а. Ух, не знаю что. Я не хочу проверять это сам. Если тебе так интересно, почему бы тебе не пойти, Аллен? Ох, ну... Не рассказывай учителю. Он разозлится на меня. Эй. Так, это было. Все, тогда мы... Стануся холодней и холодней. Берегите тепло, когда спишь. Лазич сейчас спит. Когда я здесь, она всегда спит. Раздвоение личностей. Эй, ты знал? Забыло. Довольно давно я сказал, что... Так, это тоже было. Ой, сейчас оно. Может, вы услышите песенку. Если нет, я для вас как раз даже этот моментик обрежу и сделаю погромче. Если вы на записи будете все нормально слышно, значит, я нифига не увеличу. Поэтому, как-то так. Помогите мне! Бабочка. Помогите мне! Не помогать, помочь. Но поможем. Кто здесь? Аллен? Я услышал громкий треск. Что ты здесь делал? Разве я не говорил ложиться спать и не ходить наверх? Бабочка сказала помочь. Понятно. Ну, хоть эта бабочка не может выглядеть как живая, она уже давно умерла. Что-то без души не может говорить. Не так ли? Что за беспорядок? Ты поранился? Похоже, ты в порядке. Это хорошо. Эти осколки стекла опасны. Я уберу их. Так что иди в свою комнату и ложись. Не волнуйся. Просто небольшая головная боль. Мне нужно извиняться, правда. Просто не делай этого снова. Ну-ну-ну, хорошо. Спокой ночи. Ладно, тогда отправляемся в кровать. Окошка. Окошка залезла в шкаф. О, вау. Ну, зончик, конечно. Так, непонятный коридор. Ломутый полом. Сюрприз! Боже, что за черт? Неужели это странный маленький человек, которого я не видела раньше? Что такое? Почему? Почему? Ага. Если ты говоришь, что спишь, Алиса, тогда я уверен, это сон. Что спишь, Алиса? Потому что здесь исполняется все, что говорит Алиса. Это не твое имя? Это не твое имя? О, нет, нет. Алиса, это Алиса. И это потому, что я так сказал. Это про... Так. Противоречит тому, что я сказал раньше. А возможно, ты и на что-то годишься, малыш? Так, в этом месте полно чудаков, так что я просто один из них. Хе-хе-хе. О, не говори так. Ты же не перестанешь, если в середине хорошего обеда, не так ли? Так же со снами. Насладись их вкусом. Опа. Я более занятой, чем могу показаться. Ладно, я чую твой запах. Я учую твой запах. Типа, мы можем уйти, либо пойти. Если верить, как сказал учитель. Если... Ага, мы и дверь эту не можем не открыть. Хорошо. Не открывается. Не открывается, не открывается. Окей. Вдох. Какой-то мертвый кролик. О, другой посетитель. Это уже шестой. М? Что-то не складывается. О, забудь. Добрый вечер, Алиса, и добро пожаловать. Я белый кролик, проводник в этих мирах. Это довольно большое место, так что зови меня, если тебе нужно что-нибудь. К сожалению, я не могу сдвинуться с этого места. Больно признавать, но это так. Не говорю уж о настоящей проблеме. В этих мирах есть один из ключей мира. Так что ты можешь... Так, уже можешь войти. Зная с кем мы имеем дело, я уверен, что он разбросал ключи по всему... По всем мирам. Как найдешь какой-нибудь ключ, пожалуйста, принеси его мне обратно. И не стесняйся задавать любые другие вопросы, которые у тебя могут быть. Но только один раз. Я не хочу повторять снова и снова. Только что было выражение лица типа Этот парень головная боль? Не так ли? Ну что ж. Надеюсь на твою помощь. Это что, типа могилка? Так, слишком будто она написана, чтобы прочесть. Кресты. Да, что такое? Насчет миров. Говоря, в общем, это место, где воплощаются скрытые частички сердца Алисы. Потому что, видишь ли, открыть сердце, значит вскоре исчезнуть. Они помогут... Они могут быть закрытыми или открытыми. Но преимущество они закрыты. Преимущественно они закрыты. Людям не нравится, когда другие в конце концов раст... Так. Растаптывают их сердца. У меня будет ключ, так что просто попроси, ты сможешь входить и выходить из миров. До тех пор, пока ты не вернешься их... Пока ты не вернешь их мне всем, Алиса. Кстати, двери можно открыть изнутри. И без ключа, но и не снаружи. Двери мира можно найти позади меня. Хорошо. Тогда ладно, я надеюсь на твою помощь. Да, что такое? О белом кролике. А по мне? Кроме того, что я проводник, мне нравятся дети, я полагаю. Тогда ладно, я надеюсь на твою помощь. Да, что-то еще. А, чеширском коте. Он другой проводник. Ты встречал его раньше, да? От одного его вида у меня тошнит. Очень злой кот, правда? Я должен поблагодарить его за это ухо. И это необычный цвет кожи. А также за полностью противоположные вкусы. Я ненавижу все, что в нем. В следующий раз, когда мы встретимся, я бы хотел вбить ему пару своих мыслей. Тогда ладно, я надеюсь на твою помощь. Иван, давайте тогда войдем в эту дверь. Тайную дверь. Что же за ней? Блам-балам-балам, у нас снова прогрузка. Еще долго. Ну, как я понял, здесь в основном дети. Значит, это, скорее всего, детдом. Либо типа того. В чем дело? О! Йо! А, то есть, мы стояли на лестнице в темноте. И мне нужно было нажать кнопочку вперед, чтобы пройти вверх. Классненько. У тебя все хорошо? Я чувствую себя прекрасно! Клечи? Не, у меня нет, сэр. Это правда и ничего, кроме правды. Конечно, я действительно украл их. Но только потому, что еще кое-кто попросил меня. Не могу тебе рассказывать, неа. Я не могу быть лжецом, но не буду лгать тебе, друг. Другой способ открыть их? Нет-нет. Конечно, его нет. Возможно, если бы ты сказал мне девичью фамилию своей матери или имя твоего питомца. Упс. Не помнишь? Ха! Кроме того, я просто проводник. Я... Все, что я даю, это намеки. Намек. Это след. Один клиш мира ведет к другому. Один за одним. Эй, почему это? Я небольшая и не... Меньшая головная боль, чем тот парень. Белый кролик, я имею ввиду. Фу. Просто от одного звука его имени я... У меня шерсть дыбом состоит. Он меня так же сильно побил. Доказательства здесь, под этим каш... Капюшоном. Хочешь взглянуть? Да немного фантастично для того... Для такого малыша, как ты. Хорошо, время вышло. Увидимся позже. Эй, и удачи тебе. Окей. Никто не должен заглядывать в человеческие сердца. В сердце ведется постоянный допрос. Один или два промаха можно пропустить, но тот, кто сможет ответить на третий вопрос сердца, попадает в черный сон. В вечный сон. О, это значит, если мы ошибаемся три раза, мы с вами попадаем в вечный сон и умираем. Окей. У нас пять дверей. Нами живет пять детей. Совпадение? Не думаю. Поэтому давайте на этом мы с вами закончим, ребятам. Следующая серия продолжим. И что у нас есть? Сейчас мы сохранимся. Вещи. А у нас нихера нету. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Софт и лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи. И до новых встреч, друзья. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова